Почему я всегда это напрягаюсь в присутствии века? Есть в нем некое тяжелое биополе. Сложный человек. Ума палата. Чутье волка. Память компьютер. Но характер скверный. Это правда, что он в тюрьме родился? Ни отца, ни мать или не помнит. В школу жизни прошло, ой, ой, какую. Закалился, как сталь. Не позавидую тому, кто ему дорожку перейдет. Так что, Арман Киримович? Я готов. Назначение твое начальником уголовного розыска Куланбасского района с руководством МВД Агбабарина. Обстановку района изучил? Конечно. Интересный район. Куда уж интереснее. Есть сведения, что там действует преступная группа, имеющая прикрытые МВД. После убийства Рахимова прошло три дня. Надеюсь, там местные полицейские что-то сделали. Как легендой воспользующиеся биографией брата. Биография открытая. Если кто хочет заинтересоваться, проверяйте. Пусть проверяет на здоровье. Как вы с братом похожи. А как там девушкой различали? Иногда не различали. Да? Да. План необычный. Очень рискованный. Основанный именно том, что ты, Арман Чингизов и твой брат Искендер, близнецы. Мирза, наконец-то. Твои родственники звонили. Они тебя тоже по телевизору видели. И тоже говорят, какой ты красивый, умный. Правда? Хорошо я тогда выглядел. Я глаз не могла оторвать. Всегда ты меня похвалишь, а? Золотая жена. Подожди. Скоро и правда в золоте ходить будешь. На золоте есть будешь. Вместо Рахимова тебя? Женщина. Все тебе знать не полагается. Но ты у меня догадливая. Купишь себе машинку-автомат, микроволновку, сына за границу пошли мучиться. Мне самому ничего не надо. Для тебя, для сына, на все иду. А ты старый, это еще ничего. Но у меня это пока... Ты подполковника Рахимова. Диаз. Дорогой мой. Я жду тебя. Дорогие мамы и папы, вы уже видели Оскару. Наша свадьба назначена. Это еще что такое? Вы почему не смеете девочки? Сон это ремонтная мастерская нашего организма. Папа, у меня срочный репортаж. Папа, я письмо пишу моему Диазу. Аликан Аган. А ты, моя милая, пишешь моему другу о том, чтобы он приехал на твою свадьбу. Передавай ему привет от меня. Но если через полчаса вся эта женская канцелярия не закроется, я сам лично погашу свет. и свечки достанут. Пресвечка будут писать. Ну что за народ. Разговор был долгий. Я думаю, очень полезный. Ну, я тебе надеюсь, Бадам. Ты должен не только найти убийцу Рахимова, а наведи порядок в этом Куламбасском районе. Там что-то не то происходит. Преступный мир тоже изменился. Так, вопрос есть? Один. Какой? Где во время моего задания в Куламбасском районе будет находиться мой брат Искандер? Вот уж не волнуйся. Он будет отдыхать, как король. В нашем лучшем санатории. Под другой фамилией. Три месяца, срок большой. Я думаю, справлюсь раньше. Не торопись. Голову под пули не подставляй. Сам бы я не подставил. Я человек осторожный. Но ведь я должен вести себя как Искандер. А брат мой человек открытый и горячий. Близнецы и так не похожи. Да. Мы с братом похожи только внешне. Поэтому ты разведчик, а он полицейский. Искандер хоть и был начальником, но терпеть не мог сидеть в кабинете. Он мог ездить на любые объекты вместе с операми. Вот и ты езди. Быстро освоишься. Скучать не будешь. А я и не скучаю. Я рад, что вернулся. С Богом. Стой, стылять буду. Оружие есть? Оружие есть. Руки за голову, лицом к стене. А можно я сначала сумку поставлю, а потом руки подниму? Можно. Эх, ты чё? Ты же не сказал, за чью голову руки. Арман! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Катастрофа, катастрофа Матажанов не назначен начальником уголовки Ты что наделал, козел? Как могло сорваться назначение Мерзы? Ведь я же договорился со всеми нужными людьми Хрен ты договорился? Тогда откуда же взялся этот Искандер Чингизов, никому неизвестный? Кад! Бег тебя на части разорвет, на мелкие Почему только меня? И нечего мне тыкать? Твоя задача дела с ментами разводить Полиция на тебе, адвокат хренов И что мне тебя на вы называть? Когда тебе жить-то осталось совсем ничего Пока Бег не узнает, что ты запорол Ментовское прикрытие Вам тоже достанется, Лев Наумыч Ну дать и подумать Нам бы недельку придержаться Край две За это время разведем Как разведем? Или нового подкормим Или еще что-нибудь Бог даст Лев Наумыч, не надо торопиться огорчать Арестана Кадрыча То бишь Бека Неделю придержать информацию А вдруг Бек узнает А как-то пик ментами интересовался Он и думать о них брезгует Папа, ты брал деньги из вазочки? Брал Я за квартиру заплатил Не надо было Так не надо было Раз пришла квитанция, надо заплатить У нас целый месяц не было дворника Поэтому целевые услуги в этом месяце Мы могли не платить Лучше за все заплатить От греха подальше Связываться с ними, доказывать Еще отключить что-нибудь Надо связываться и доказывать Вот умру я и доказывайте, что хотите В темноте и в холоде Значит, ты дома Алма на работе А где Майра? Майра попросила Жебеку Маровну Пойти с ней в свадебный салон Присмотреть свадебное платье А Жебеку Маровну тоже к нам заглянет? Наверное Вот твоя свежая газета А вот и они Добрый день Добрый день, Жебеку Маровну Добрый день, Алихан Алиханович Я хорошо предлагаю, Алиф Наумыч Сделаем так Я себе к вам вечно должники вписываю Лично вам я как-нибудь отработаю Мой грех, согласен Промолчи мне неделю А? Разойдешь за неделю? Гадом буду Но рискнем Только теперь я тебя одного не оставлю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова